Все картины юных художников попросту не поместились бы на стенах открытой выставки, поэтому отобрались самые лучшие. Представленных работ всего около 50, но заявок было гораздо больше. Слишком уж тема волнующая. Они хоть и маленькие, но многое замечают. И вот в этой выставке они пытались какие-то свои мысли, эмоции по этому поводу выразить. Работы преимущественно выполнены гуашью, акварелью или мелками, уже хорошо знакомыми детям. По словам преподавателя, эти материалы позволили юным авторам быстро выразить свою идею, не отвлекаясь на освоение новых выразительных средств. В каждой картине отражение серьезных проблем. Люди засоряют леса, приходя на пикники и не убирая мусор, тем самым загрязняя природу. Это очень плохо для нашей окружающей среды. Если космос не будет чистым, то покорение других планет и установление спутников не будет возможным. Выхлопные газы, когда выходят из труб, они смешиваются в атмосфере, и из-за этого возникают кислотные дожди и другие экологические проблемы. Из-за этого становится кислород вреден и возникают многие болезни у некоторых людей. Но люди продолжают это делать, потому что они на этом деньги зарабатывают. Раньше люди убивали животных для того, чтобы пропитаться, а сейчас это они используют для забавы. И я отношусь к этому плохо. Выставка продлится до начала марта. Посетить ее можно в любой день, даже в выходной. Ведь разве не интересно взглянуть на мир глазами ребенка? Помните сказку Шварца «Голый король»? Заметил его на году лишь человек, не обремененный стереотипами, с ясным и открытым взглядом на окружающую действительность. Попросту говоря, ребенок. Мне понравилась работа, на которой была изображена земля, из которой вылезает рука. И на этой руке держится капля, снизу которой наполовину вода, наполовину растение. Мне нам понравилось, потому что это символизирует, как защита мира. То, что мы владеем планеты, и мы должны ее защищать, а не делать только хуже. Мне, во-первых, понравилась работа с компьютерной графикой, а во-вторых, вот та работа с радугой, ну, сохраним природу, скорее всего. Нам с оператором понравилась вот эта работа. Автор ее, Садакова Катя, ей 12 лет. Вот как ребенок понимает дуализм всего сущего. Помните, ини, ям, добро и зло, черное и белое. Здесь на картине с левой стороны дьявол, у него в руках нефтяная вышка. А с правой стороны бог, у него в руках свет. Граница проходит ровно посередине нашей с вами планеты. И каждый волен сделать выбор, пойти налево или направо. В дыше и побывали Илья Кремнев и Алексей Руднев. Видное ТВ.